Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина и у меня есть тема для интересного разговора. Это метательное оружие. Наши предки придумали десятки тысяч лет назад. Конечно, для того, чтобы пропитаться, потому что им приходилось охотиться. Сейчас же продуктов в магазинах более чем достаточно, но лук по-прежнему популярен. В чем причина этого феномена, мы решили узнать и обратились в студию живой истории Хронотоп. Чем же объясняется популярность лука сейчас? Да, лук – это гениальнейшее изобретение человечества наряду с керамикой, глиной и добычей огня. Чем популярен сейчас? Своей, пожалуй, демократичностью, если мы говорим, опять же, о традиционном луке. Потому что стрельба из лука развивает комплекс навыков, полезных для человека. Это концентрация внимания, это физическая сила и возможность как-то собраться, сосредоточиться. Поэтому очень популярна у офисных сотрудников, например, у рядовых граждан, у молодежи. Давай сразу поясним, лук традиционный и лук спортивный есть? Да, совершенно верно. Вот давайте расскажем, чем отличается один от другого, чтобы было понятно, о чем мы сегодня говорим. С этого надо начать. Значит, что такое спортивный лук, многие, наверное, видели, потому что это олимпийский вид спорта. И соревнования по нему транслируются по телевидению, в интернете можно найти, по спортивной луке, по массовой информации. Это четко стандартизированные механизмы. Бывают луки с обычными плечами, бывают луки блочные. Они все четко выверенные. Значит, спортсмены там стреляют с жестко определенных дистанций, подчиняются определенным правилам. Существует Федерация России по стрельбе из спортивного лука. А традиционный лук – это такая более вольная форма, это даже не спортивная ассоциация. Хотя сейчас появляются первые попытки объединения клубов, которые занимаются традиционным луком, как-то структурироваться и зарегистрировать себя, и вести тоже, значит, такую спортивную деятельность. На данный момент пока что это в основном любительский вид спорта, в котором традиционным луком считается лук без применения дополнительных различных устройств. Если на спортивном луке мы имеем стабилизатор, мы имеем различные прицельные приспособления, то на традиционном луке как раз всего этого нет. И традиционный лук, он, как правило, выполняется из традиционных материалов. Это древесина, либо композиты, дерево, пластик, либо пластик в чистом виде, что мы тоже принимаем за традиционный лук. На данной витрине, да, вы можете видеть, у нас представлены наконечники для стрел, исторические, да, все они были найдены на территории Одинцовского района, но относятся они ко мной приблизительно эпохи, да, это с 10 по 13 век, и все они уже, естественно, нету среди них каменных наконечников, нету среди них бронзовых, они в основном железные уже, разных форм. Большинство из них, естественно, наконечники боевые. Как ни странно, да, один из самых проверных наконечников, да, который такой стамесочной формы, лопатообразной. Если другие наконечники могли пробить, да, кольчугу, развеемых, звенья, то другой наконечник служил для того, чтобы разбивать пластины металлические стальные. И проводили много экспериментов, да, и это очень наглядно было видно. Вот такая стамеска, казалось бы, не заточенная, не заостренная, да, но разбивала, колула стальные пластины. Вот у нас здесь на столе представлены как раз те луки, с которых мы стреляем, которые относятся к категории традиционных. Это все разные луки, наверное, сколько я вижу. Все, да, опять лук, которые здесь лежат, они все разные, и все выполнены из разных материалов, имеют разное натяжение, подходят для разного возраста и для людей разного роста. И по происхождению эти луки тоже разные. Материалы разные. Красный лучок – это адаптация специально для ребенка. Лук, который позволяет ребенку очень быстро разобраться в нюансах стрельбы из лука. Но конкретно на этом луке есть, например, полочка. Вот это вот место, куда кладется стрела. Это облегчает ребенку контроль стрелы, чтобы она не убегала вверх-вниз. Значит, есть специальное седло, которое здесь тоже выделено, чтобы стрела у нас не бегала по тетиве. То есть мы когда стрелу заложили, а чтобы перпендикулярность нам не надо было определять долго, да, ребенок сразу уже откладывая... А с какого возраста ребенку можно уже начинать освоивать лук? Вы знаете, у нас на групповое занятие к нам входят дети, минимальный возраст которых 6 лет. В принципе, с того момента, когда ребенок готов слушать инструктора, выполнять команды, и ему хватает физических возможностей, чтобы растянуть лук. Принципиально взрослые занятия от детских отличаются только тем, что у детей свой лук, который им облегчит его. Чем еще отличаются? Наши инструктора с детьми занимаются по особой авторской методике, которую разработал Евгений Алексеевич Латышев. Он является сам преподавателем физкультуры в школе московской. У него там есть также тир, есть другие спортивные направления, которые он ведет. И те навыки, которые мы детям даем по стрельбе из традиционного лука, они подаются в игровой форме. То есть у нас дети здесь после выполнения разминки и при стрелке с короткой дистанции потом выполняют еще стрельбу в игровой форме. То есть это карусель, это стрельба на скорость, это кто первый, это кто точнее положит, значит, различные эстафеты. Потому что стрелять статично детям, конечно, скучно. А если мы вернемся дальше к лукам? Вот следующий черный, он из пластика, да, похоже? Да, и красные черные луки у нас из пластика. Значит, черный лук это тоже для взрослых, но с нулевым уровнем. То есть когда приходят люди к нам впервые и говорят, а там можно пострелять, это либо какие-то посетители, которые не планируют заниматься систематически, но хотят стрельнуть и попасть. Вот как раз это их выбор. Следующие луки нам, наверное, нужно было бы положить в другом порядке, но не знаю, как тут по кадру мы будем перекладывать. Ну вот так сейчас мы их положим, чтобы зрители понимали, что они должны лежать вот таким образом. Вот здесь уже начинаются луки, которые наиболее близки к историческим аналогам, которые дошли до нас по археологическим данным, по изобразительным источникам. Лук, который перед нами лежит, это Валийский лук. Самый большой. Самый большой среди наших луков, и он, в принципе, был немаленький, и применялся он английскими лучниками. Вообще у английских лучников и в истории оружия есть такое понятие, как лонг боу. Буквально переводится как длинный лук. То есть это луки, которые были ростом с человека, делались из единой деревянной детали. Лучников обязывали иметь с собой два сменных, два лука. То есть один рабочий, второй запасной. В чем преимущество таких луков? Кажется, ведь громоздкие с ним неудобно, они перемещались. Они дешевые. То есть их можно было производить просто тоннами, и английские лучники были довольно дешевые, но эффективны в то же время. Их нужно было только снабжать боеприпасами, и они могли, большое подразделение лучников могло поражать большие отряды противников. Следующие два лука – это луки по мотивам азиатских луков, которые дошли до нас. Ну и не только азиатских. Например, такая форма характерна для луков отечественных. Знаменитая находка из Новгорода, которая описана медведевым. Значит, последние находки в Москве, где находят луки, они, как правило, имели такой вот небольшой М-образный изгиб. Посмотрим, он у нас ломается четыре раза. То есть такая буква М только расширенная. Его размеры невелики, что позволяет нам, например, стрелять с лошади. Мы практикуем стрельбу с кольца верхом. Вот, это интересно, как практика для себя, да, физическая такая, довольно сложно сделать так. И по необходимости в какой-то момент нас приглашали просто на съемки, и нам нужно было отрабатывать момент, где мы, подобно степным кочевникам, на ходу разворачиваемся, стреляем назад. Вот, тогда впервые попробовали, начали заниматься. И втянулись. Захватило, да. Следующий лук, лук кочевнический. Его особенность заключается в том, что он рекурсивный. Этот непонятный термин значит, что если мы снимем тетиву с него, то он выгнется в противоположную сторону. В руках у меня традиционный лук. Это корейский традиционный лук. Он, как вы видите, рекурсивный, да. Сейчас он выгнут таким образом, после того, как я его натяну, натяну на него тетиву, ну, собственно говоря, все увидите сами. Натягивается тетива на лук таким образом. Ну, вот, собственно говоря, он принял ту форму, да. Теперь из него можно стрелять. Этот лук средней степени натяжения. Натяжение у него 35 фунтов. Наверное, по старой традиции, взятой от английских лучников, да, все натяжение луков измеряется в фунтах. Для тех, кто не знает, фунт это приблизительно полкилограмма, да, то есть этот лук натяжением 35 фунтов, ну, приблизительно плюс-минус 20 килограмм. Если брать азы стрельбы из лука, да, все начинается с исходного положения, да, со стойки. Во время стрельбы, да, одна из ног, одной ногой переступается линия для стрельбы, которая обозначает рубеж для стрельбы. Желательно, чтобы ноги стояли приблизительно на ширине плеч, пяточки, чтобы были на одной линии. Ну, естественно, желательно, чтобы, да, позвоночник был выпрямлен, да, все мы хотим, чтобы у нас была красивая осанка, если правильно заниматься стрельбой из лука, да, этого можно добиться, по крайней мере, контроля за своей осанкой. Как правило, если вы правша, то лук мы держим в вытянутой левой руке, а натягиваем тетиву правой рукой, потому что она у нас сильнее. Если вы левша, соответственно, то же самое, но в зеркальном отражении, да, можно сделать то же самое, в другую сторону. У данного лука есть конструктивная особенность, да, вот у него здесь и рукоятка, рукоятка такая пистолетного типа. Как натягивается тетива? Ну, я практикую так называемый средиземноморский хват, когда тетива натягивается двумя пальцами. Причем желательно это делать подушечками пальцев. Есть разные способы стрельбы, есть способ стрельбы с кольцом, да, когда стрела накладывается с другой стороны и, соответственно, натягивается кольцом, которое одето на пальцах. Но, к сожалению, у меня нету кольца, чтобы это продемонстрировать, но, тем не менее, да, натягивается вот таким образом. Но в качестве натяжителя используется именно кольцо. Перчатка на самом деле желательная. Ну, если вы смотрели соревнования по спортивному луку, да, олимпийскому, используется защита, которая одевается на предплечье, и иногда еще есть перчатка, которая используется для защиты пальцев. Ну, у меня есть небольшое приспособление. Сейчас я не буду его использовать и, честно говоря, не всегда это делаю. Да, вот перчаточка, которая одевается на пальчики, да, и, когда вы натягиваете лук, да, оно помогает избежать там лишних мозолей, травм пальцев. На самом деле, не лишнее иногда, да, на начальном этапе. В этом есть необходимость. Кроме того, если речь идет о луке с достаточно большим натяжением, ну, дискомфорт определенно испытываешь на начальном этапе. Пока не образуются мозольки, или если стреляешь долго, все равно иногда пользуешься перчаткой. Для чего перчатка? Здесь нету полки, да, как на детском луке, и, соответственно, когда вы накладываете стрелу, она опирается на кисть. Когда стрела у нас, соответственно, уходит с лука, да, перья иногда могут задевать кисть. Ну, при одном выстреле это не критично, а если выстрелов 10, а если их 20, а если серия из 10 выстрелов по 6 стрел, это 600 выстрелов, да, несмотря на то, что перышко мягкое, каждый раз задевая, попадая по руке, да, ну, ссадину, как минимум, как порез, да, у вас может образоваться. Поэтому лучше, конечно, перчаточка. Если речь идет о простом начальном луке начального уровня, конечно, такой необходимости нету, потому что там есть полка, на которую стрела кладется, и эта же полка защищает вашу кисть. Когда стреляешь из другого лука, да, перчатка будет ненужная. Что касается предплечья. При правильном хвате, да, есть традиционные ошибки, да, которые люди делают, но можно назвать их ошибками, можно назвать их физиологическими особенностями. У кого-то, да, локоть сильно выгибается во внутреннюю сторону, да, и если так делать, опять же, при спуске тетивы, тетива на большой скорости с большим усилием будет проходить и может задеть предплечье, ну, за несколько, до достаточно двух-трех попаданий, чтобы набить себе большой синяк. Для этого используется специальная защита, да, которая одевается на предплечье. И если вам хватает физических кондиций и вы правильно держите, то, как правило, это удается избежать. Но на начальном этапе, наверное, в этом, наверное, есть необходимость. Луки здесь разные, но и стрелы не одинаковые. Чем одна от другой отличаются? У нас здесь действительно лежат разные стрелы. Например, вот эти вот стрелы наиболее близки к тем стрелам, которыми пользовались наши далекие предки. Вот это вот раз. Как она легкая. Да, легкая. И сравнивать с этой. Есть разница, да? Есть. Это тяжелее, мне кажется. Тяжелее, потому что они сделаны из разных материалов. Это как будто бы полая. Да, 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 совершенно верно. Вот эта вот древка деревянная, а здесь древка сделана из полыни. И, казалось бы, сухая травинка, да, да, как она может быть эффективным орудием поражения цели. На самом деле, достаточно того, чтобы жесткость древка позволила стреле уйти с тетивы. То есть передать вот эту вот энергию наконечнику. Задача донести наконечник. Такие стрелы, скорее всего, очень быстро приходили в негодность, потому что на нее достаточно наступить, и все, в общем, она сломалась. Но их преимущество в том, что они доступны. У этих стрел древка цельная. И здесь стоят металлические наконечники. Вот этот знаменитый бронебойный наконечник. Наконечники такого типа вполне пробивают кольчугу. У всех у наших стрел есть по три перышка. Хотя есть техники оформления стрел и с четырьмя перьями, и с двумя перьями. Когда мы спускаем стрелу из тетивы, стрела уходит у нас по криволинейной территории. Она сначала огибает лук, затем в процессе полета она выравнивается, и оперение стабилизирует. Ну, как вот у нас на ракете, например, да? Ракета летит, и, соответственно... Ну, там, да, примерно то же самое. Да, абсолютно тот же самый принцип, который люди осознали еще тысячелетия назад. Еще ракета... А сейчас мы до сих пор пользуемся. Да, значит, здесь у нас отличие от наших аутентичных стрел только в том, что наконечники спортивные, которые продаются в магазине в больших количествах, и это тоже очень важно, потому что наконечники... Они безопасны, наверное. Они, во-первых, безопасны, да. Во-вторых, они расходный материал. Они очень часто остаются в мишенях, и когда мы их достаем, ну, они толще материала остаются. В чем суть их безопасности заключается в том, что здесь переменного сечения наконечника. И когда у нас стрела входит в материал, она тормозит несколько раз. Первый раз соприкасаясь с самим острием, потом у нас коническое расширение, и потом еще раз расширение уже на диаметр, равный диаметру стрелы. Таким образом, поступательное движение позволяет ей замедлить свое погружение в мишень, и при этом не разрушает стрелу и не позволяет ей глубоко уходить. Вы видите, что оперение здесь разноцветное. У нас два пера одного цвета, и одно перо отличное какого-то другого контрастного цвета. Не обязательно красное и белое, они могут быть любые, но всегда два пера одного цвета, и одно перо... А зачем? Об этом нам расскажет инструктор. Почему на стреле одно перо контрастного цвета? Два одинакового цвета, третье перо контрастного цвета. Ну, соответственно, накладывается стрела на лук, чтобы два пера были, условно говоря, параллельны луку. Соответственно, третье перо, оно будет противостоящее. Если мы наложим таким образом, ну, всего два положения у нас есть на этой пяточке, либо одной стороной вы поставили, либо другой. Так вот, такое положение неправильное. Почему? Потому что вот это перо все время будет биться об лук, и, соответственно, сбиваться. Если перья цветные, гораздо проще определить, какие перья параллельны, какое перо перпендикулярно. Накладываем стрелу. Стрела накладывается при стрельбе средиземноморским хватом с внутренней стороны. Натягиваем. Традиционно Стреляют сериями из шести стрел. Вот у нас здесь есть колчан, сделанный из кожи, по изобразительным источникам на Древнюю Русь. Историки до сих пор ведут споры о том, как стрелы погружались туда перьями вверх или наконечниками вверх. Потому что... По идее, наверное, чтобы быстро можно было достать, соответственно... Есть варианты и так, и так. Есть, например, скипские погребения, где стрелы в одну сторону лежат. Есть изоисточники, где мы видим там святых воинов, у которых открыт колчан и там наконечники вверх. Наши предки сами не могли определиться, как правильно... Я думаю, что это связано либо с хранением, либо с боевым положением. И, в общем, могло использоваться... Стрелы могли быть заряжены и таким образом, и таким образом, в зависимости от ситуации. Я не могу не спросить про технику безопасности. Все-таки лук – это оружие. Хоть сейчас мы и не занимаемся охотой, но тем не менее стреляем. Какая техника безопасности существует? Про технику безопасности скажу следующее. Безусловно, травму можно получить даже на ровном месте, и даже детский лук может послужить причиной получения травмы ребенком. У нас 9 мишеней, которые разделены на 2 коридора. То есть у нас есть разделительная сетка, которая позволяет отделить, скажем так, группы разного уровня друг от друга. Более того, как в большинстве тиров, ну, собственно, опыт не наш, да, не мы его изобрели, а это нормальная спортивная практика, когда сигналы к подходу на рубеж, к осуществлению выстрелов, к подходу к мишеням, чтобы достать снаряды, осуществляется либо световыми, либо звуковыми сигналами. Мы световыми не стали оборудовать, но у нас, значит, либо звуковой сигнал подается там свистками, да, либо голосовая команда. Всегда присутствие инструктора. То есть инструктор на площадке контролирует работу нашей группы от начала до конца. Ну, есть, наверное, какие-то элементарные правила, там, не бить соседа луком по голове, не целиться в него же. В первую очередь выполнять команды инструктора, слушать, что тебе говорят. Ну, и во вторую очередь, да, там есть знаменитые ошибки, конечно, которые, ну, болячки новичков такие. Когда человек со снаряженным луком, его там кто-нибудь мама зовет, там, Вась, да, он вместе с луком разворачивается. Ну, да, вот, но все это, в общем, лечится. 11 марта мы ездили в колонну на соревнования по стрельбе с традиционным луком. То есть это был не фестиваль, а именно соревнования узкопрофильные. Выступили, ну, для первого раза неплохо, хотя результаты, конечно, могли быть и лучше. Но там серьезное было соперничество. Ну, что интересно, значит, во-первых, мы выполнили свои плановые нормативы, да, потому что у нас по нашему внутреннему распорядку инструктора и действующие, и запасные, и кто только учится, да, инструкторов. Они обязаны раз квартал ездить на соревнования, чтобы подтверждать собственную квалификацию, не терять уровень, а на маркетке России. Более того, мы пообщались с, значит, организаторами состязаний. Это колоннский клуб «Цветогор». Они сейчас интегрированы в структуру администрации города. Они зарегистрированы как муниципальное бюджетное учреждение. И они ведут свои занятия, выполняя муниципальные задания. Почему, собственно, и мы стремимся. Среди организаторов этих состязаний были представители областной федерации по стрельбе из арбалета. Это спортивное направление, которое тоже мы планируем у себя открывать и развивать. Надеюсь, при поддержке нашей администрации сейчас предварительное, так сказать, одобрение нашей деятельности получено. Детали будем прорабатывать. Оказывается, балетный спорт, он очень близок к мематическому спорту. Там похожи дистанции, похожи мишени, судейство. И, значит, 14 апреля мы опять поедем в колонну уже на соревнованиях по спортивному арбалету, где планируем даже получить юношеский разряд. Наши инструктора могут также получить первосудейский опыт. Мы будем отсуживать соревнования, которые будут проводиться по арбалету, и потом сами еще принимать участие в транспортный разряд. Планируем это направление развивать в нашей студии. Надеемся на то, что оно принесет нам большие перспективы. Наверное, теперь вы думаете, что стрельба из лука – это очень непростое занятие. Ну, в общем-то, вы правы. Но на самом деле не все так сложно. Хотите в этом убедиться? Приходите. В 20-х числах апреля в Одинцово будет проводиться открытый турнир по стрельбе из лука. Участие в нем могут принять все желающие. Более подробную информацию можно найти в социальных сетях на страницах студии «Живой истории Хронотоп». А на сегодня у меня все, но впереди еще много тем для интересных разговоров. Увидимся скоро на ОТВ. Пока-пока.